Итак, what's up dudes, да, у меня закончилось приветствие, может я не знаю, о боже, как-то настроения нет даже придумать приветствие, короче, сегодня, как какое число уже, Хэллоуин даже, да, и в честь Хэллоуина мы будем играть в фаны группа ФНАФ под названием Shadow Over Freddy's, это очень классная фан-игра, я её смотрел у одного ютубера, но он потом взял и забросил, прошёл четвёртую ночь и забросил, а мне интересно, чем закончилась игра. И поэтому, собственно, мы сейчас будем играть в неё, музыка такая жуткая, уже прям слышно, давайте начнём, в ней сюжет есть, и я, в принципе, немного знаю его, но немного, не сильно, хоть уже много будет написано, тут много читать, много букв, так что готовьтесь. Мы проснулись в маленькой тёмной комнате, лежали на холодном полу в клеточку, вот таком шахматном, со своей спиной прижатой к стене, ощущение как будто вы в аду, ваш рот, как будто там, не знаю, копер это медь, и ничего, короче, не слышно, кроме вот этого вот звука, звукометаллического вентилятора, как он вертится. Ваши глаза начали открываться, мускулы начали пытаться работать, ваше воспоминание туманное, и ваша голова болит. Вы пытаетесь вспомнить, короче, что, что произошло, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Ваше тело реагирует быстрее, чем ваш мозг, подбирая себя с пола, используя, хватаясь за стол рядышком. Вы берёте источник света и начинаете смотреть по сторонам. Безжизненное здание показалось, когда вы начали светить фонарём, пыль и паутина повсюду, по углам, разбросанная скомканная бумага, чашки и всё остальное, короче, покрывает пол. Вода капает с какого-то деревянного, не помнил чего. Здание знакомо вам, но стены не похожи на гостеприимные или дружелюбные. Ваша грудь наполнена ужасом. The first, первая мысль, которую посетили вашу голову, это то, что вам нужно покинуть это здание как можно скорее. Покинуть скорее, быстрее, чем тени, которые покрывают это заброшенное здание, доберутся до вас. Добро пожаловать в Фредди Фазберс пиццерия. Это замечательно, что вы вернулись домой. Пять ночей осталось. О, да, прям настроение поднялось от этой игры. Надо звук погромче сделать, что ни хрена не услышал сейчас. Извини. Да, готовьтесь, звук стал громче, сейчас будет жуть. О, вот, всё, загрузилось. Значит, чекайте эту игру. Офигенное, да. Так, инструкции будут появляться каждую ночь. Прежде чем идти по ресторану, нажмите на них, чтобы продолжить. Ага. Двигайте курсор, светите фонариком на интересные зоны. Левый клик, чтобы пройти в открытый коридор. Выполните свои цели до шести утра или на вас нападут. То есть, теперь шесть утра это плохо. О, вау, мы вышли. Офигеть, жутко. Ночь первая, найдите выход. То есть, я так понимаю, наше задание найти выход, да. Оу. Жуть какая. Тут можно на 360 вращаться. Классно, игра классно сделана. Так, если я сюда зайду, меня никто не убьет. Блин, мне страшно. Так, бутли какие-то, стена голая. Выход, еще стены. Ага, ой. А это дверь. Что за звуки какие-то жуткие? Так, куда нам? Значит, тут окно. Нам туда. В зал главный, где аниматроники стали. Блин, эта игра жуткая. А, кто ты такой? Так. Я думаю, нам туда. Фокси. Ок, этот уровень, я помню, как проходить. Кажется. Шоу стейч. Что это скрипит? Что это скрипит? А, страшно. По-моему, нам в бэк... Что фонарик мигает? Не меркает. А. А. Кто вы все такие? Маски какие-то жуткие. Фигеть, я уже потерялся, где я нахожусь. Так, хорошо, мне сюда, я перепутал. А, жутко. По-моему, брейк рум. А что такое брейк рум? По-моему, где-то здесь будет. Я не обещаю, потому что я давно это все был. А. Вешалки, так. Это назад. Это какие-то стаканчики. Какие-то колбочки. А где выход? Хорошо, выхода нету, кажется. Я что-то попутал. Блин, ну мне страшно. Нет, почему фонарик моргает? А. Это бэкстейдж, нам туда не надо. А куда нам надо? Ёлки-палки. Я исхожу из логии, что нас не учили, как драться с аниматрониками, поэтому аниматроники напасть не могут. А. Жуть, я не знаю, как я эту игру буду проходить. Она на меня дико страшная. Куда я иду? Стоп. Не, ну... Ага. Когда я уже дойду до конца этого коридора? Какой-то он бесконечный. Вот. Где это её? Ага, это игровые автоматы. Ничего интересного. Так, kitchen. Ну, на кухне выхода не будет, это аж понятно. Так, ну тогда нам... Прямо. Ёлки-палки. В реальности я точно не смог там пройтись. Вот было бы прикольно, если FNAF AR чем-то таким и был. Он, наверное, уже вышел ко времени выхода этого. Нет, какие-то страшные звуки. А. Выход. Вот он. Вот. Так, ну ладно, это не пугайся. Можете пугаться, но... Слышите музыку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Grand Fuzzle's Clock. Это... Вот, сейчас будет крутой момент. Почему это, собственно, крутая фан-гра? Если вам она не показалась ещё крутой, сейчас вы реально убедитесь, что она очень крутая. Так. Вы, типа, оттолкнулись на безопасное расстояние от летающей фигуры, стоящей перед вами с закрытыми глазами на своём бледном лице. Оно выглядит так, как будто оно хочет помочь вам восстановить ваши потерянные воспоминания. Тень предлагает вам историю, чтобы очистить... Чтобы прочистить голову. Согласитесь ли вы? Ну, блин, мне интересно, что за история. Я бы нажал no, но мне реально интересно. Я... Я примерно помню сюжет некоторые моменты, но я всё не могу помнить, поэтому... Да. О! Однажды здесь... Однажды был... Жил, да был маленький мальчик, который любил играть со своими игрушками в одиночестве. О, вот этот мальчик. Он жил со своей семьёй в маленьком спокойном городке в городе, окружённом лесом. Задняя часть дома была его собственной сцена, где он играл со своими игрушками различных форм и размеров, вот. Создавая игры... Короче, ему нравилось играть в одиночестве, я так понимаю. Несмотря на то, что он жил один, хих, он был сосредоточен на жизни своими... Играясь со своими пластиковыми друзьями, его родители подарили ему... У него был маленький манекен, плюшевый медведь, какая-то кукла и игрушечный робот. Однажды собака, семейная собака, украла одну из его игрушек во время игры. Убежав в лес с игрушечным роботом, заставляя ребёнка побежать за ней, чтобы забрать робота. Раздражённый собачьей игрой, ребёнок словил её, забирая игрушку от... Изо рта вора он начал толкать. Эх, быть молодым и беззаботным. Ребёнок и его собака играли в такую какую-то Tag of War, какая-то война на заднем дворе их дома, и их никто не отвлекал. Выглядит как замечательное воспоминание, не так ли? Собака, радостная, что получила наконец-то хоть немного внимания от молодого владельца дома, отказалась от того, чтобы потерять игру этим хозяином дома. Игрушечный робот был почти освобождён из пасти собаки. Как бы... Как это... Он что-то, достав своего друга назад, он что-то стёр со своего игрушечного робота своей майкой. Он вернулся домой, оставляя животное дёргаться в конвульсиях в траве беспомощно. С достаточно большим пространством, оставленным в его шее. Dry hole, не знаю. Я не сильно такой про в английском, поэтому я перевожу как понимаю. Ребёнок, вернувшись из лесу, посадил игрушечного робота назад, там, где он и сидел, и продолжил играть. После вечера, его родители нашли тело собаки. Они похоронили её. Вот, мрачная, жуткая, четыре ночи осталось. Так, можно я выйду сейчас в меню? В общем, как вы могли видеть, игра довольно-таки жуткая, интересная. Мне она нравится. Я, насколько понял, собака умерла. Ну, то есть... Да, я сейчас немного спокойно к этому для вас. Может, это был шок, как для меня в первый раз. Потому что, когда я в первый раз узнал про эту ситуацию, я это запомнил на всю свою ставшуюся жизнь. И, как бы, это... По-моему, это всё, что я помню. Нет, там ещё, кажется, был один случай, который я помню из этой игры. Ну и всё. Больше я ничего так особо не помню. Постараюсь не вспоминать. Вот такая вот игра. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Кстати, забыл сказать. У меня же появился телеграм-канал. Я не знаю, кому это нужно. Я просто по приколу его создал. Если хотите, навряд ли захотите, можете подписываться. Ну, а теперь точно всем пока.